Вот в этом вот месте, где находится у нас в сердце судьба, мы говорили вчера, это глубинный мир. Там находится карма-васана, музыки кармы, вокруг души. Через этот слой мы смотрим на мир. Если у человека плохая карма, ему кажется, что все плохо вокруг, ему тяжело жить. Если хорошая судьба, хорошая карма выходит в воду, в эту воду. Нижний самый слой вспоминаем, с чем связано, с сапутиями, да? Вот только вот выходит, карма-васана, узелок кармы в воду, пошел из песка, начинается огромное влияние. Вот если говорить об озере обычном, то влияет на него ветер, и там песок, который может даже... А здесь все наоборот, из песка идет влияние, снизу. Снизу пошла песчинка, и сначала что происходит? Если она хорошая, то все лучше становится вокруг. Люди смотрят на меня и думают, какой я хороший человек. Значит, хорошая карма. Потому что недавно все вдруг решили, что я плохой. Начали писать интернет. Какой мой позволяет лекция читать? Потому что до этого не писали 15 лет. Плохой период в жизни пошел, я увидел эти планеты, какие действуют. И все, и начали ругать. Вот, это результат влияния судьбы. Вот маленький ребенок, взять маленького ребенка. У маленьких детей только хорошая карма расходит. А у пожилых людей в основном плохая. Если взять маленького ребеночка, вот такой сладкий, всем нравится. Вот никто не может сдержать улыбку, глядя на маленького ребенка. Почему? Потому что эта же сила от него исходит. Не то, что все люди вдохновляются сами радоваться маленьким детям. Нет. Это от маленького ребенка, потому что так устроен этот мир. Исходит такая сила, которая всех вдохновляет. И поэтому любой человек, даже чужого маленького ребеночка, попу с удовольствием поцелует. Но пожилую тетеньку никто попу селовать не будет. У нее исходит уже тяжелая судьба, уже гораздо тяжелее, чем от маленького ребенка. Понимаете или нет, почему я говорю? Что все зависит только от того, как действует на нас судьба. Я вам общие примеры привел. Но идея в этом заключается, что хороший период жизни означает, что из меня исходит сила, которая влияет на других. Так как от маленького ребенка эта сила исходит, так же от меня она исходит. Я не могу выйти замуж. Обычная песня. Сейчас так же другая песня появилась. Как ни странно, я не могу себе жену найти. Странно. Но если ты мужик, разве кровь на себе жену найти? Пьяницы кому-то нужны? Поднимите, кто за пьяницу хочет замуж быть? Никто не хочет. Куряки нужны кому-то? Кто за куряку хочет быть замужем? Никто не хочет. Ну вот теперь у меня вопрос. Вот просто мужчина, не пьющий, не курящий, и хочет быть нормальным человеком. Ну хочет, он стремится быть нормальным. Слушает лекции доктора Красунова. Хочет просто быть нормальным человеком. Понятно, что у нас у всех есть много проблем. Кому этого достаточно, чтобы выйти замуж? Поднимите. О, уже есть варианты. Так смотрите, ведь очень просто. Надо просто бросить пить, курить и слушать лекции начать, и все. Вот именно это и говорится в Священных Писаниях времени. Что большинство людей чем занимаются? Они думают, блин, чего у меня такого вот, я не делаю такого вот? Вот такого, чтобы оп, вот так, и раз, и жмился. Это не работает система. Система работает по-другому. Просто развей себя личностью, как личность, до той степени, чтобы понравиться. И все. Просто развей себя, как личность, стань таким человеком. Все. Все очень просто. Вот так надо жить. Надо просто себя дальше развивать. Почему я не могу выйти замуж? Потому что ты не развилась, как личность. Стань такой женщиной привлекательной. Привлекательной не означает рисуется. Все рисуются. Это не работает. Мужики же не дураки. У них в психике заложено чувство. Какая женщина будет хорошей женой, а какая не будет. Они это чувствуют. Как девушки чувствуют, допустим. Девушки что чувствуют? Они чувствуют, кому она понравилась. В секунду прямо. Вот не надо девушке говорить, что она понравилась. Вот чуть-чуть она понравилась, сразу же она это почувствует. В секунду прямо. Согласны девушке? А нет, справа. Раз, все. Он почувствовал. Так же мужчина, он чувствует, какая девушка может быть хорошей женой. Тоже в секунду сказал. Понравилась, но хорошей женой не сможет быть. Так что тогда важнее? Понравилась или иметь возможность быть хорошей женой? Что важнее? Хорошей женой. Так надо, значит, над этим надо работать. Чего вы рисуетесь? Рисоваться не надо, значит. Краситься не надо. Надо просто работать над собой. Когда девушка начинает просить прощения, прощать, становится доброй, ласковой, застенчивой. Готовить, учиться, заботиться, ухаживать. Олег Геннадьевич, замолчите. Тогда у нее меняется взгляд. От нее исходит другая сила уже. Это называется победа над камнем. Победа над судьбой. Некоторые думают, что победа над судьбой, это пришла от какой-то бабушки, и она там... Все, выйдешь замуж. Бред. Благословения работают. Благословения работают. Если вы работаете над собой, ваш старший может сказать вам, ты достойный теперь, ты достойный выйти замуж. Это работает за столь. Это дает веру и силу потом же девушке. Что мешает выйти замуж? Привязанность к плодам. Чем больше девушка хочет выйти замуж, тем меньше шансов. Потому что, когда она хочет выйти замуж, есть механизмы, которые уничтожают эту возможность. Очень просто, смотрите, девушка хочет выйти замуж. Кто-то на нее посмотрел, она сразу раз, прилепилась. А парням это не нравится. Им нравятся недоступные девушки. Королевы. Доступные не нравятся. Неинтересные. Ну, как быть, недоступно, если замуж хочешь. А ты замуж хочешь по той причине, что ты неполноценный. Полноценные девушки не думают о том, что хотеть замуж. Они просто служат всем. Все. Они пчелки, они трудные. Поэтому у них нет проблем быть замужем. Видите, привязанность к плодам является препятствием на пути счастливой жизни всегда. Эта препятствием, привязанность к плодам, это как заноза, которая сидит в сердце. И она будет всегда сидеть. Понятно, что если девушка хочется замужем, если парень хочется иметь хорошую работу и так далее. Это все понятно. Но не надо на это обращать внимание. Человек должен действовать по своей природе. Природа девушки это не быть замужем. Это результат. Природа девушки любит, заботится. Надо этим заниматься. И вы скажете, а у меня нет сил заботиться. Я не люблю готовить. Мне нет сил. А силы берутся от духовной жизни. Поэтому главная и первая обязанность человека в его жизни это духовная жизнь. Что такое духовная жизнь? Это когда ты делаешь то, чего кажется, на первый взгляд, не нужным. Спасибо. Спасибо.